Факультет краеведения в Университете пожилого человека открыли в Наринмаре. Первое занятие прошло в Центральной библиотеке имени Печкова. Факультет краеведения стал уже шестым в университете для людей высокого возраста. Проект реализуется сотрудниками библиотеки совместно с Окружным союзом пенсионеров. Литература, правоведение, культура и религия, здоровье, компьютерная грамота, а теперь еще и краеведение. Университет пожилого человека в Наринмаре обрастает новыми возможностями для пенсионеров. Каждый месяц по одному занятию на каждом факультете. Получается, шесть раз пожилые Наринмарцы могут получить нужные и полезные знания. Невостребованных направлений нет. Мы когда начинали первый факультет, у нас начиналась литература. К нам было 15 человек. А сейчас уже список у нас больше 100 человек. Это желающие приходить на наши факультеты. Они сами приводят, вот участники факультета, сами приводят друг друга, соседей, знакомых. Первое занятие по краеведению и полный зал слушателей. Занятие сегодня для пенсионеров проводит Геннадий Филиппов. Он сам история, ветеран лесозавода, 54 года жизни посвятил этому предприятию. Вышел на заслуженный отдых и занялся любимым делом. В малых формах запечатляет ненецкие достопримечательности. Это аппликации на тарелочках, это фоторамки, это абажуры, это макеты церквей, богоявленского храма и старообрядческой церкви. То есть это всё история города Наринмара, но выполненная в миниатюре, так скажем. Сегодня Геннадий Пегасевич только показывает и рассказывает о своей замечательной коллекции. Но говорит, если у слушателей факультета будет желание, то сможет провести и мастер-класс, например, по изготовлению тарелочки. Как-то шел тут по киоске в одном, доглянул, там стоят тарелочки с видом нашего города, здание, там церковь, там почта была. Попробовать, ну делал одну, вторую, третью и пошло. Ну и сейчас у меня уже 40 тарелок. Экземпляр с видом на центральную библиотеку краевед Геннадий Филиппов презентовал директору библиотеки на память. Следующее занятие на факультете краеведения состоится уже в апреле. Слушатели ждут новые истории о крае. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.